итак всем доброго времени суток совсем недавно я побывал до одном из островов проекта арма 3 altis life ну и для сравнения решил посетить схожий с арма 3 altis life проект на базе gta 5 drive rp этот проект тоже какие армурские проекты создан для игроков которые любят rp ситуацию экономическую составляющую ну и тому подобное в общем на мой взгляд эти проекты должны быть схожими и та и другая игра предоставляет игроку возможность финансового развития экономического развития развития персонажа свободу выбора направления но и тому подобное но вот насколько эти проекты похожи чем они не похожи мне предстояло выяснить так как с данным проектом я абсолютно незнаком я знаю только по youtube каналам смотрел какие-то обзоры это даже не на gta 5 она сам 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 не играл никогда поэтому мне было очень интересно зайти посмотреть надо признаться что сравнивать эти две игры арма 3 и gta 5 не имеет смысла да я бы даже сказал категорически нельзя это разные игры это разные направления но вот то что сделали мэдмейкеры двигаясь в направлении развития rp ситуации мне было очень интересно и волей неволей я все равно будут сравнивать со схожим проектом то есть арма 3 хотя я понимаю что если сравнивать gta 5 и вот этот мод rp то сравнивать надо наверное все таки с сампом а не с армой но я как и сказал я не знаком с этим проектом поэтому я буду сравнивать с армой там я побывал на многих островах там я знаю все а этот проект мне просто интересен ну и начну я с того что мне понравилось а понравилась мне антуражность и атмосферность вот происходящего это порт это звуки все движется портовые краны отовсюду валят дым работают генераторы ощущение что порт живет но и тут же надо заметить что это не заслуга модмейкера всю вот эту антуражность уже дает сама игра сама gta 5 мы в дальнейшем обращаться уже графических составляющих атмосферности не вижу смысла игра от компании rockstar а это уже мы о многом говорит это всегда лучшие проекты и это всегда верхние строчки топовых игр в мире поэтому я буду смотреть на то какие механики какие модели добавлены разработчикам данного проекта а вот тут у меня с первых минут появления на этом острове возникают множество вопросов и начну я наверное вот как раз реализации работы в этом проекте и как раз сейчас на экране вы видите как я занимаюсь погрузкой каких-то ящиков на теплоход долго меня не хватило скажу честно его сейчас на экране видно что я перешел на другую работу то есть водителя погрузчиком обе эти работы и грузчика ящиков и водителя погрузчиков находится в одном и том же порту на расстоянии там может быть метров 500 600 и вот на этом плюсы работы на данном проекте закончились так как вся работа предстоит вам либо беготня от точки а до точки б либо езда от точки а до точки б все больше ничего нету сейчас на экране вы можете видеть как я бегал с ящиком и сейчас тоже самое я сделаю точно такую же нарезку как я возил ящики такого же размера не размера вернее такие же ящики только большего размера от точки а к точке б все на этом весь геймплей заканчивается ну и можно мне возразить типа ну ты же только пришел ты взял первоначальную работу для начинающих так сказать и нифига подобного в дальнейшем я покажу я поездил здесь и в такси и посмотрел как работает дальнобойщики посмотрел как работает эвакуатор щеки ничего подобного вся работа здесь заключается езда от точки а до точки б меняется только название работы в процессе же самой работы есть некая прокачка уровней потом вы там это увидеть я буду подбегать к человеку персонажа который стоит там на корабле или который стоит вы видели где я брал работу есть некая прокачка уровня как я уже сказал но как она прокачивается абсолютно непонятно и не интуитивно вообще никак не выскакивает не количество опыта ничего надо периодически подходить и проверять сколько ты уже прокачал количество заработанных тобой денег тоже надо считать самому то есть надо запомнить сколько у вас сейчас в нижнем правом углу денег подъехать на точку посмотреть сколько прибавилось да ну и высчитать сколько вы зарабатываете никакой подсказки ничего нету ну и вот вы только что видели я стоял разговаривал с человеком который как раз таки подошел ко мне с вопросами что надо делать куда надо идти то есть игра не подсказывает вообще вам ничего все настолько не интуитивно что но начинаешь путаться хотя потом понимаешь что путаться в общем-то было не в чем но заходя на этот проект нету никаких подсказок карта абсолютно непонятная на карту нанесено большое количество дополнительных меток ну то есть метки наносил уже сам модмейкер да ну разработчик этого острова но большинство этих меток не подписаны и что они обозначают ну догадывайся сам ну и возвращаясь к процессу работы на самом деле приведя час вот в этом порту занимаюсь этими доставками от точки а до точки б ящиков или на погрузчики без разницы через час нахождение на острове мне показалось что я здесь уже вечность настолько быстро это все надоедает более скучного занятия я не могу себе даже представить я даже могу вспомнить я занимался чем-нибудь за последние там полгода более скучным чем то что вы сейчас видите на экране это реально настолько быстро утомляет и тут опять можно возразить но ты же за пришел зарабатывать до деньги не должны зарабатывать очень легко да конечно но вы можете посмотреть в правом нижнем углу есть таймер это кстати реальное время сервер живет по реальному времени и ночь наступает тоже также в ночь можете посмотреть на время когда я зашел и на количество денег сколько я заработал просто для примера лицензия водителя категории c стоит 15000 далее я плюнул потому что невыносимо заниматься этим однообразием долгое время и зашел в игру уже ночью бродил по городу в поисках каких-то рп ситуаций смотрят где вообще могут люди тусоваться на самом деле найти это очень сложно по городу ездят одинокие машины и больше никого нету вот нашел автосалон здесь более-менее какое-то есть скопление людей все рп что происходит на сервере вы сейчас видите вот это все рп что я увидел в основном тут все просто так гоняют по городу без всякой цели единственный кто здесь пытался хоть как-то отыграть рп ситуацию это полицейский он пытался заставить всех парковаться правильно пытался от кого-то эвакуировать но все насрать на самом деле ну а вот таким вот образом здесь происходит работа эвакуаторщиков и это не единичный случай они все работают именно вот так постояв еще какое-то время никакой рп больше я не увидел приехали еще полицейские кстати как я уже говорил да это единственный кто там хоть какой-то рп играет пытаются там будет порядок навести что там какие-то морали читают но в общем-то это все рп что я видел больше тут смотреть было не на что я пошел как вызвать такси я не понял поэтому мне пришлось идти пешком вот таксомоторный парк он находится там же где в стоковой игре ну и после того как я отхватил свою дозу скукоты в порту таскаясь точки а до точки б я решил что в такси будет поинтереснее боже как я ошибался никакого интереса работа в такси не представляет это все та же езда от точки а до точки б рп тоже никакого нету то есть заказов от реальных игроков не поступает более того насколько я понял нет такой даже функции я откатался на такси ну минут наверное 40 30 40 где-то так вот ни одного заказа не поступало более того приезжая на точку вот как вы его сейчас увидите в нарезке даже ботов нету ты едешь просто так ведь я нарисован маршрут ты по нему едешь подъезжая на точку маршрут меняется ты можешь даже не останавливаться просто продолжай ехать я не могу сказать что я поклонник это онлайн но я заходил у нее пробовал играть там есть боты там город не мертвый там ездит полиция скорая ходят боты ездят боты почему здесь то хотя бы для миссии таксиста не не придумали ботов ведь игровая механика это позволяет скорее всего я чего-то не понимаю но вот это но это скукотище жуткая сейчас по звуку слышно что он пропал а это просто я выключил весь звук и ездил пытался заработать включив себе музыку хоть как-то сам себя развлекал потому что ну ехать от точки до точки а маршрут еще могу сказать повторяется и в работе в такси та же самая проблема что я озвучивал работая на погрузчике работая грузчиком нету шкалы опыта нету понятного начисления денег но в такси отработал дольше всего плюсы работы в такси что у тебя есть машина и ты можешь ездить по карте хотя бы изучать ее да вот таким образом я и нашел вот этот автомагазин и решил посмотреть цены цены немаленькие надо сказать и мне хватило денег только на шестерку так как однообразие езды в такси совсем меня уже до канала я подумал что надо взять свою машину и попробовать сделать что-то на своей машине может быть собирать какие-то ресурсы я еще на тот момент не знал чем здесь можно позаниматься я просто тупо купил машину самую дешевую надо сказать что модели машин здесь все-таки но это качество машинки сделано отлично красиво детализация выполнена ну просто на высшем уровне и докопаться абсолютно не до чего но и как видите я запарковал свою машинку недалеко от машина от магазина и поехал увольняться потому как здесь обязательно надо увольняться иначе ты не сможешь устроиться на другую работу на тебе будет висеть эта работа и вот это я уже могу отнести к плюсам данного проекта игра заставляет тебе закончить начатое дело а надо не забывать что мы находимся на рп проекта да то есть ты должен закончить свою роль ну и вот как вы сейчас видите шкала прокачки но увидеть ее можно только вот в момент увольнения никаких других способов проверить насколько вы прокачались и сколько вам еще нужно у вас просто нет ну а далее насколько вы помните я купил машинку в игре есть возможность через телефон тпшинг ее к себе это наверное еще один плюс игре потому что но после того как вы набегаетесь от точки а до точки b еще бежать до какого-нибудь гаража или какой-нибудь площадке где забирать машину но это было бы наверно к совсем зашкор поэтому эту функцию я считаю плюсом ну а вот таким вот образом здесь выглядит сбор фруктов мы находимся на зимнем поле и бежим на точке над над показанную на карте за ананасом вот он хватаем его и нам загорается другая точка бежим до точки b и так целый день ну я не стал этим заниматься потому что но все на самом деле работы на этом проекте для меня хватит все я я больше работать не хочу как я сказал в начале ролика с проектами сам по или вот gta 5 рп я не знаком это первое мое посещение но мне казалось что сама игра gta 5 дает огромное количество механик возможностей но я ошибался все что здесь возможно это бегать от точки а до точки б я показал не все работы какие здесь есть а здесь еще есть вы уже видели работа эвакуатор щека есть еще работа дальнобойщика и есть доставка пиццы или что-то подобного ну каких-то пищевых продуктов но все они так или иначе работают по одной схеме вы там например дальнобойщиком вы подъезжаете в порт берете прицеп и везете его в рандомную точку возвращаетесь берете прицеп везете рандомную точку точно также устроена и работа эвакуатор щека высвечивается на карте . вы подъезжаете подбираете машину тащите ее в другую точку . а . б . а . б все сейчас я пытаюсь на карте понять куда же эти ананасы мне надо отвести вот вы видите метки на карте что это за метки что они обозначают абсолютно непонятно я так понимаю что просто карта еще не доделанная потому что есть ряд иконок которые нормально подписаны но большинство иконок вообще не подписаны ищи как хочешь делать что хочешь ну еще я должен сказать что много всего что предоставляет этот проект просто не вошло в ролик я акцентировал внимание на работе то есть каждый приходящий столкнется рано или поздно с работой на этом проекте но помимо работы на этом проекте еще можно покупать свой бизнес к сожалению большинство куда я подъезжал уже были скуплены можно покупать свою недвижимость опять же таки куда бы я не подъезжал все дешевое жилье уже скуплено осталось только дорогое вот по типу этого дома где я оставил эту машину и новичок приходя на этот проект сталкивается с тем что в общем-то все вокруг уже скуплено и бизнес какой-то доступный и дешевое жилье уже все скуплено и ты начинаешь понимать что в общем-то на этом проекте перспектив то у тебя уже немного и смысла оставаться здесь тоже наверно не так много ну и последний главный фактор который мне например не понравился на этом проекте это отсутствие самой ролеплей составляющей на мой взгляд этот проект больше фановый с такой знаете аркада нудной системой фарма денег ну как я и говорил в начале ролика для меня эти проекты это в новинку я никогда не сталкивался не с сам по мне gta 5 поэтому я даже сам понимаю что мое мнение мой нынешний вот этот краткий обзор не может быть объективным потому как я увидел первый проект впервые попытался погрузиться в этот геймплей но вот мне не понравилось мне по душе более реалистичные что ли рп проекты более направлены на ролевую игру ну а если кому-то понравился данный проект то милости просим заходите играйте игра красивая игра интересная но у меня на этом все всего вам доброго и до новых встреч